О чем нужно знать перед тем, как встать на вейксерф? За сколько времени можно встать на доску, отпустить файл, поехать кайфануть? Что травмоопаснее, вейкборд или вейксерф? О каких ошибках хочется сказать мне, потому что у меня они были совсем не там. Речики и корпус откидывайте назад, ни в коем случае не тянетесь вперед. Взяли рукой и вытягиваю, оп, вот. Ребятушки, всем привет! Я Алексей, а это Настюшка. И сегодня мы будем рассказывать, о чем нужно знать перед тем, как встать на вейксерф. Я могу сказать, Настюшка, она обучает на флоу рай, доске, да, и также вейксерф. И сегодня она будет делиться своим опытом, своими знаниями и заряжать энергией нас. А то, чтобы вы попробовали первый раз в жизни катуть на вейксерф. Пункт номер один. Ребята, если вам посоветовали какую-то серф-школу, вы можете туда идти и забить болт вообще на все другие советы. Вариант номер два. Если вы все-таки решили промониторить рынок, так сказать, и понять, куда вы все-таки хотите пойти. Что делать в этом случае? Камера, мотор. При выборе серф-клуба обязательно нужно промониторить, какие там есть катера. Ведь напрямую от... Напрямую? Ну я не могу работать. Соответственно, от модели катера зависит волна, которую он производит. Она может быть либо длинной, либо короткой, либо она может быть резкой и большой, либо наоборот маленькой. Новичку будет гораздо проще кататься на той, которая побольше, потому что она будет его подхватывать и сама нести. Там не нужно прикладывать каких-либо больших условий. Да, вот посмотрите. Например, Настюшка, это у нас большая волна. А Алексей Александрович, это маленькая волна. Посмотрите на нашу разновидение. То есть получается на мне будет ездить проще. У-у-у! Это хоть бы сказали. Не знаю. У каких катеров волна побольше? Хороший бренд наутик, Центурион, Мумба, Малибу. Можно выбирать что-то из этого. Ладно, ребят, давайте поговорим про цены, от чего они зависят. Ну, первый пункт, как вы понимаете, катеры более новые, которые дают более, более большую волну. Господи, что с русским языком? Большую, длинную, качественную волну, на них цена будет дороже. Катеры с волной пониже, какие-то старенькие. Ну, естественно, понятно, цена идет вниз. От чего еще зависит цена? Расскажи про это подробнее. Настюшка пытается уже третий раз объяснить вам, что такое сеты. Я сделаю это короче. Сеты для вас, может, понятие незнакомое, но сеты это определенный период катания на катере. Они бывают там 10, 15 минут, 20 или 25. Получается, как исчисляются сеты? Вы садитесь на катер, отъезжаете от пирса. Как только вы прыгнули в воду, начался сет. Прошло время, все, закончился сет, катание завершилось. То есть, от этого цена тоже зависит. Правильно? Правильно. Ура! Далее. Бывают почасовая аренда катера. Как исчисляется здесь время катания? Как только вы отошли от пирса, начало исчисляться время. И, соответственно, когда вы пришли, время закончилось. Вот разница такая колоссальная. Имейте в виду, это тоже на цену влияет. Это тоже надо учитывать. На лодке могут присутствовать люди, которые не катаются. Надо тоже уточнять, какое количество друзей можно пригласить, которые просто будут чилить с вами, там, пить просека, отдыхать или, ну, вас снимать и так далее. Тоже имейте это в виду. Ну, допустим, я оплатил участие в этом великолепном аттракционе под названием Wake Surf. Что туда входит? Вот я заплатил деньги, что должно входить? Туда входит непосредственно твоя каталка, гидрокостюм, жилет и прокат доски. Еще небольшое уточнение. Ребята, надо спрашивать, есть ли раздевалки, есть ли туалеты. Ну, с раздевалками и туалетами обычно все всегда ок. Если вы хотите душ, вдруг вы хотите с утра катнуть и потом на работу полететь. Вот про это узнавайте заранее. Не во всех сёрдж-школах есть душ. Это такое. Скорее исключение из правил. Ну, в любом случае. Think about it, guys. Ну что, мы определились с катером. Вроде бы определились с сёрдж-школой. Есть еще одна статья расходов. Вообще, тренер. Нужно ли брать тренера новичкам или не новичкам, отвечая на этот вопрос? Как по мне, тренер нужен обязательно. Есть два типа тренеров. Это первый тренер-пилот и тренер с кормы. Соответственно, когда вы берете пилота, он дешевле. Но, помимо того, что он должен вам подсказывать смотреть за вами, он также должен смотреть вперед, объезжать сторонние суда. Поэтому какие-то ошибки он может не заметить. Тренер, который с кормы, непосредственно садится на корму и наблюдает за вами. У них чаще всего есть либо громкоговорители, либо гарнитура. Соответственно, он может указывать вам какие-либо ошибки. То есть, даже если человек пересмотрел миллион видео и точно знает, какая стойка правильная, не факт, что он встанет и поедет так, как нужно. Мы себя не видим со стороны. Мы можем думать, что мы нажали на переднюю ногу, а мы совершенно этого не сделали. Мы можем думать, что мы едем на согнутых коленочках, но при этом мы едем на полностью прямых. Поэтому тренер обязательно нужен. Два вида тренеров. Тот, который за баранкой сидит, представляете, он должен рулить и еще вам что-то подсказывать, следить за вашей техникой. Ну, вопросы большие. И человек, который сидит на корме и прям смотрит на вас с громкоговорителем, все подсказывает, следит за вами, за каждой вашей ошибкой. Это ты? Это она этим занимается. В Москве, так сказать, находится. Обращайтесь. Контакты, кстати, Настюшки будут внизу. Мы уже находимся на низком старте. Все. Нас ждут в назначенное время в вейк-клубе. Что нам брать с собой? Что необходимо брать с собой? Расскажи. С собой необходимо взять упальник, полотенце, кепка, если вдруг будет припекать солнце, крем от загара, если вдруг будет припекать солнце, да, 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 и водичку обязательно. Водичку питьевую. Также, ребят, если у вас есть свой гидрик и на улице холодно, вода прохладная, то можно взять гидрик. Если не хотите обгореть, можно взять лайкру и тоже забалдеть вместе с ней. Воду, ребят, обязательно берите, потому что такой сушняк происходит, непонятно откуда. То ли вот этой, блин, зеленой воды нахлебался и не можешь потом, хотя она не соленая. То есть думайте об этом, потому что иногда 2 часа на лодке сидишь без воды, но не хочется тратить время возвращаться и ехать обратно. За сколько времени можно встать на доску, отпустить файл, поехать кайфануть? Сетов там я не знаю чего. Это, наверное, самый популярный вопрос и он самый сложный, потому что здесь все индивидуально. Все зависит от того, занимался ли человек раньше какими-либо. видами спорта, насколько он в целом подготовлен. Файл можно выкинуть вообще хоть на первом занятии, но тут вопрос в том, догонишь ли ты Кате. Просто в мусорку его кидаешь и, блядь, красавчик. И просто пакай под вору просто. Отлично. Ладно, давай от обратного пойдем. Какое максимальное количество было занятий у твоего ученика, за которое он встал? Или она? Я не сексист. На моей практике 3. 3 это максималка? Да. Вот видите, сейчас бы, блин, люди напридумывали 6. Там сколько вы денег подумали бы вы потратите? Всего лишь 3. 3 занятия и вы уже без фала катаетесь. Но это по твоему опыту? Это максимально? Это по моему, да. Но многие отпускают и на первом занятии. Вот, у нас уже какая-то конкретика появляется. Не так плохо, да, становится? Особенно на вашем кошелечке, который пустеет, потому что занятия, они из самых дешевых. Ребят, насколько заранее нужно бронировать сета? Выходные бронируются в минимум за неделю, особенно если это хорошая погода. Многие просыпаются в пятницу, такие, хочу завтра покататься. Так не получится, особенно когда человек 8 хотят записаться. Один сетик найти? Ладно. Но 8 точно нет. На будни можно записываться за день, за два, но опять все зависит от погоды. И еще, кстати, время работы некоторых серф-школ с 6 утра. Вот мы сегодня катались, мы в 4 утра, представляете, приползли сюда. Она полтора часа спала, я 2,5. А Артем, сколько ты спал? Три. Ну, красава вообще, победитель по жизни. И мы в 5 утра уже здесь видели какие-то катера. Ну что вообще? Ну мы кайфанули с утра, просто сказочно. Имеет ли значение, в какой из дней недели ты катаешься? Выходные или будние? Ну, там, либо пятница, суббота, воскресенье. От чего это зависит вообще? Влияет ли это на катуху? Да, конечно, влияет. Выходные, в акватории гораздо больше катеров, соответственно, у вас будет больше встречных волн. И вы будете не ехать, не отрабатывать какие-то трюки, а просто вот на них вот так скакать. Скакать. Короче, вот от встречных катеров постоянно волны. Если, например, это выходные, пятница, суббота, воскресенье, катеров будет реально до хрена. Волн от них до хрена. Новичкам действительно сложно иногда вставать, потому что постоянно волны подбивают. В будни, соответственно? Соответственно, посвободнее, да. Можно более спокойно покататься. Выбирайте акватории, где поменьше народа на прокате. Все, мы пришли уже в серф-школу, и нам говорят, на чем кататься будете. И разновидности досок какие вообще не бывают? Ну, основные виды это серф, ским, бывают гибридные доски, бывают лонгборды, но это уже такой, как продвинутый уровень. Но это вообще для серфингистов история. Еще бывает вейкборд. Чем отличается вкратце? Кардинальное отличие вейкборд. Этот трос натягивается, фал точнее, вы не отпуская его, постоянно катаетесь за катером. Туда-сюда прыгайте, всегда держитесь за него. На всех остальных видах мы отбрасываем фал и катаемся по волне, правильно? На скиме, на серфе, на лонге, на гибриде. Расскажи кардинальное отличие. Вот есть там ским, есть серф. Ским это более маневренная доска. Она меньше по размеру, меньше по объему, она гораздо легче. Тоньше? Тоньше, да-да-да. И у нее острые рейлы. Соответственно, серф, он гораздо... А, и у скимов маленькие плавники. Серфы, соответственно, чаще всего с двумя, с четырьмя плавниками. Они более объемные, и они более устойчивые. Стойчивые. Хочется затронуть важный момент, что травмоопаснее. Вейкборд или вейксерф. Вейкборд, кстати, он заключается в том, что мы вставляем ноги в крепление. Мы забыли это сказать. Какие же мы лохи? Но мы вспомнили об этом. И вот мне вейкборд, как по мне, это травмоопаснее, потому что, если вы ловите конта, вы не вылетаете из этих креплений, вы прям... Швабра? Да, швабра прилипаете к воде. То есть, ну, у меня голова просто гудела, на части разлеталась. И вейксерф, как и по мне, он безопаснее. Вы спрыгнули с доски, она отлетела, и вы просто водичку прилипаетесь. Правильно? Помимо этого, разная скорость. Если мы говорим о вейксерфе, то это 16-17 км в час, а у вейкборда уже порядка 30, по-моему, если не ошибаюсь. Нифига себе! Я не знал про это. Ребят, когда вы пришли в твой клуб, первым делом нужно определить ведущую ногу, та, которая будет стоять впереди при вашем катании. Есть несколько способов. Например, первый. Давай представим, что ты ни разу не катался ни на чем, и не знаешь свою ведущую ногу. Я думал, ты такая, например, первый. Бам! Ну да, да? Меня толкнуло, да? Вот, ну что, да. Давай представим, ты лыжник, ты ни разу не катался, ведущую ногу не знаешь, ты встаешь ко мне за... как лыжник, нет? Я убери. Расслабился? Ага, правой ножкой пошел. Хорошо, смотри, проверка номер два, убедимся. Держи вымышленную лестницу, забирайся на ней. Ну, правый, я не знаю, наверное, так. Хорошо. Вау, прикольно. Я что, строитель, да? Хотел? Кому сделать ремонт, ребята? У меня вон лестница целая. Так, краску выдадите там, с цементом? Да нет. Нет? Зачем тебе? Так справишься. Есть способ номер три. Это мы представляем, что мы в детстве, выходим из школы, перед нами ледяная тропа. Мы хотим разбежаться и проехаться на ногах. Да, это точно правая. Правая. Значит, наша ножка все-таки правая. Угу. Еще, ребятушки, ну, бывает такое, что вы встали правой ногой, вроде все сошлось, но что-то некомфортно. Попробовали левой и поперло. То есть, через конкретные попытки, через конкретное получение опыта можно изменить свое решение. Ничего страшного в этом нет. Мы запрыгнули на катер и что нужно знать новичкам? Где у нас располагается корма? Что такое корма? Кормушка, знаю, там, воробьи к питаются. Корма? Как я тебе это объясню, тебе показывает. Просто скажи, вот ну. Я объясню. Ребят, корма, задняя часть катера. Джиннис! Дальше. Жопка, жопей катера, корма. Я не знаю, ну, а как это называется? Окей. Так, с этим разобрались. И еще важная вещь, которая будет на катере, это фал, который вы возьмете в руки, который подвешивается на верху. Фал это веревочка. Веревочка, как на тарзанке, вот прыгали же все такая, оп, схватились. То же самое здесь на катере, это фал. В первую очередь нужно помнить о том, что если мы падаем, мы отпускаем фал. Ни в коем случае не стараемся за него держаться, иначе просто нас будет нести по воде. Второй момент. Обязательно, когда падаем, нужно закрывать голову руками, чтобы наша же доска не попала нам по голове. И в идеале, когда мы падаем, мы стараемся ее ножками немножко от себя оттолкнуть, чтобы как раз не произошло то, о чем я сказала. Многие не говорят, но я бы посоветовала, когда вы упали, вы добрались до доски, и пока катер возвращается к вам, вы немножечко приподнимаете доску, потому что если в акватории очень много катеров, они могут вас не заметить. И переехать просто, ребят. Зачем ты пугаешься? Ой, извините, нет. Спасательный жилет, это тоже важная вещь. И что еще хотелось бы сказать? Разминка, друзья. Это относится к безопасности. Перед тем, как кататься, надо разминаться. Сейчас Настюшка будет рассказывать про основную стойку и про ошибки, которые могут возникнуть. Запоминайте, ребята, прямо под запись. Ребят, когда мы встаем, нашу заднюю ножку мы ставим почти на самый край коврика. Передняя стоит примерно по центру переднего. Ножки у нас стоят на одинаковом расстоянии от каждого рейла, то есть края. Переднюю можно даже чуть-чуть подвинуть ближе к переднему. Мы определили, куда поставить наши ножки, соответственно, какая у нас стойка. Когда мы встаем на доску, наши коленочки согнуты, попа должна быть в себе, спинка должна быть прямая. Ни в коем случае мы не должны, так как мы всегда находимся на носочках, мы должны прорезать волну, чтобы удержаться на ней. Мы не должны переносить вес тела на пяточки. Если мы отводим попу назад, соответственно, мы автоматически продавливаем пятки, мы падаем. Поэтому мы коленочками, которые уходят вперед, как будто продавливаем носочки. И обязательно должны следить за бедром, передним плечом и за взглядом. Все это должно быть направлено в центр катера. Если мы начинаем смотреть на воду, вниз, сразу же за взглядом у нас уходит корпус, соответственно, мы наклоняемся и падаем. О каких ошибках хочется сказать мне, потому что у меня они были совсем недавно. Заднюю ногу, например, мы поставили правильно, а переднюю ногу слишком далеко. Нос загружается, вы утонете. Все, ушли под воду. Дальше. Некоторые люди заднюю ножку ставят не рядом с хвостом, а ее передвигают близко к центру. Из-за этого тоже баланс плохо ловит, и вперед доска уходит под воду. Еще момент. Когда мы ставим ноги, если мы их сильно ставим к, как я бы сказал по сноубордистике, к заднему конту, а ты скажешь, к рейлу. Если мы ставим сильно близко к заднему рейлу, можно так сказать, не знаю, то мы давим на пятки. И когда мы давим на пятки, мы, получается, от катера уходим. Понимаете? Вбок. Ничего хорошего в этом нет. Вы можете, например, встать на доске, встать, поехали за катером, и потом уже как гусеница, понимаете, как гусеница, оп-оп-оп-оп-оп, ножку свою передвинуть, куда вам надо. То есть обязательно смотрите под себя. Все это нормально. Ясно. Голову опустили, так, проверили. Еще какая ошибка? Сильно разворачиваете ногу, и не можете контролировать доску, не можете продавливать ее правильно в нужных местах. И еще, например, едете правой ногой, надо фалк держать в правой руке, а вы его держите в левой. Это неправильно. Правой ногой, правая рука. Левой ногой, левая рука. Иначе у вас верхнюю часть тела начнет разворачивать. Вообще, в принципе, ее разворачивать не нужно. По поводу способа вставания. Первый способ. Мы берем фал в нашу переднюю ручку. Берем в эту же ручку доску и стараемся ее задавить на ребро, помогая себе второй ручкой. В этот момент катер дает нам натяжечку. Многие начинают кричать, ааа, не надо, подождите, я не готов. На самом деле катер еще не едет. Это просто натяжка, чтобы вы могли поставить ваши ножки. На натяжке вы ставите ножки. В этот момент катер начинает ехать. Вы перехватываете фал двумя руками, задавливаете пяточки, плечики и корпус откидываете назад. Ни в коем случае не тянетесь вперед. Тянетесь вперед, вы просто заваритесь. И ни в коем случае не начинаем подтягивать на себя ручки. Если мы подтянули на себя ручки, мы автоматически завалились. Если мы хотим подтянуть ручки, то уже в процессе вставания мы можем подтянуть фал к нашему переднему бедру, но ни в коем случае не на себя. То есть, когда начинаем вставать, продавливаем пяточки и тазом выходим наверх. В этот момент начинаем смотреть в сторону нашей ведущей ножки. То есть, например, у меня правая, я начинаю сразу смотреть направо, чтобы туда и уехать. За взглядом идет наша доска. Если мы встанемся здесь по центру, здесь уже встанет волна, мы не сможем устоять. Ну, мы как бы можем устоять, это технически возможно, просто она начнет подбивать, начнешь падать. Ну, на начальном уровне. На начальном уровне, да. И второй вариант какой? И второй вариант через пяточки. То есть, мы просто кладем доску на воду, берем фауновыми ручками и ставим наши ножки. Пятки, получается, к заднему канту, да? Да, пятки к заднему канту. И когда катер трогается, мы начинаем задавливать пяточки, встает доска на ребро, и мы начинаем выезжать точно так же. И у меня есть свой третий способ, когда мы ставим ведущую ногу на доску, беремся задней ручкой за хвост доски и прожимаем ее. Как только катер стартует, мы давим задней рукой на доску и подставляем заднюю ножку. И мы выезжаем вообще как красавчики. Про основные моменты и основные ошибки хотелось бы сказать. Ну, первое, конечно, ребятушки, вы когда встаете, у вас фал должен быть посередине. То есть, он не должен куда-то быть перекручен и так далее. Вот, между ног фал посередине у вас должен быть. Ясно? Это первый момент. Дальше, вы как только начали вставать, то есть, вам не надо сразу же выпрыгивать из воды. Вы в приседе, вот как гопник, как настоящий гопник. Вот так вот. Вы в приседе, упираетесь в доску, едете. Едете, едете и в таком положении выезжаете в сторону. Ну, если правой ногой направо. И только потом встаете. Тоже важный момент. Также, когда вы начинаете уже ехать, если вы голову не повернули, если вы направление, траекторию не задали у доски, то вы поедете тупо прямо на катер. От него начнутся волны и вас вшатает. Я вас уверяю. То есть, вы упадете, если вы новичок. Когда мы стартуем, друзья, у нас доска перпендикулярна катеру. Понятно? Чтобы мы в нее могли упереться, чтобы сопротивление получилось от троса. Стараемся не наклонять сюда плечи, не тянуться за фалом, не отдавать свое тело. Мы свели лопатки. Делали когда-нибудь становую тягу? То же самое. Свели лопатки, спинка прямая, тянем ее назад. Давим на пяточки и выходим через таз. Взяли рукой и вытягиваю. Оп, вот. Как будто откуда-то вытягиваю. Ну, допустим, вот я встал на доску. Все, поехал. Что мне дальше делать? На волну сразу же бэкфлип? Нет, ни в коем случае. Есть несколько подводящих упражнений, которые можно поделать, чтобы именно прочувствовать доску. Первое упражнение можно попробовать просто поприседать. Поприседать? Просто поприседать с фалом в руке. Когда мы встали, мы помним, да, что мы уже отпустили заднюю ручку, увели ее назад и держим фал только в передней руке. И в таком положении мы начинаем приседать. Да, хороший момент. Мы забыли предсказать, что двумя руками мы уже встали, двумя руками не надо держать фал. Правый на бою эти правый держите, левый левый. Чтобы у вас плечи не скручило, чтобы вы никуда не уезжали. Да. Второе упражнение. Нам нужно почувствовать канты, как ты говоришь. Да. Покантоваться на переднем, на заднем канте, на плоской воде, не на волне. Просто прочувствовать доску, попробовать продавливать. Что это значит? Вот есть волна, вам нужно уехать в бок от волны на плоскач, где нету никаких проблем. И, соответственно, вот эту почувствовать канты я начал делать. Я резко начал кантоваться. Он говорит, неправильно, надо плавнее. И, ну, естественно, для новичков это лучше делать плавнее, чтобы почувствовать, как вы давите на пяточки, как вы давите на носочки. И когда мы уже прочувствовали это, мы начинаем плавно подъезжать к волне, задавливая наши носочки. Когда мы подъехали, нам нужно найти ту точку, где волна будет нас подталкивать, где мы не будем прикладывать каких-либо уже усилий. Чтобы ее найти, нам нужно прочувствовать доску, попробовать поехать вперед к катеру, поддать газу, либо наоборот оттормозить. Все это мы делаем за счет переноса веса на бедро или плечо, на переднее, либо на заднее. То есть поначалу просто нужно стоять вес там посередине, держать из разряда. Не париться вообще про это. И вот только вы встали, ну, проделали какие-то подводящие упражнения, можно приступать к первому важному чекпоинту. То есть это движение вперед и назад. Для этого есть определенная техника, как у нас должно двигаться тело. Ты сейчас это покажешь, верно? И уже это нам позволит выполнить это упражнение. Как только вы заедете на волну и она начнет вас подхватывать вперед нести, у вас фал начнет провисать. Натяжения не будет. Но поначалу, поначалу не надо его отпускать. Мы подготовительные упражнения вперед-назад делаем с фалом. Доска не сразу же, ну, не сразу же действует. То есть вы сначала вес перенесли, через секунду-полторы она только начинает двигаться вперед. То есть иногда нужно делать чуть-чуть заранее этот перенос, чтобы не просрать, чтобы не скатиться с волны. Итак, как мы передвигаемся? Как мы даем газу, едем ближе к катеру, либо наоборот оттормаживаемся? Чтобы поехать вперед, мы переносим бедро и плечо на носочек передней ноги. Мы давим сильнее на носочек, и энергия уже расходится по всему телу, мы подъезжаем ближе к катеру. Чтобы оттормозиться, мы переносим бедро и плечо на заднюю ножку. Вот такими движениями мы начинаем подъезжать или отъезжать от катера. При этом очень важно, у многих есть такая ошибка, что они пытаются поехать ближе к катеру, давят на переднюю ножку, выпрямляют заднюю. Такого не должно быть, мы всегда стоим на носочках, иначе мы просто продавим пятку. Да, очень часто человек говорит, да я все, я давлю, я перенес вес тела, а на самом деле он стоит вот так, пытается наклониться и думает, что он поедет вперед. Так не работает, ребят. У нас корпус ходит синхронно, и бедро, и плечо обязательно вместе. Также мы ни в коем случае стараемся не открывать наше бедро переднее. Если мы открываем, нос разворачивается, мы просто отъезжаем от волны, соответственно, когда нас догонят, мы упадем. Поэтому он всегда закрыт вместе с плечом и смотрит на центр катера. Как только вы понимаете, что все, вы контролируете доску, фал даже не натягивается, не участвует вообще в процессе катания, можно его выкинуть. Причем как мы выкидываем? Мы сначала фиксируемся на одной точке, чтобы мы не ехали ни назад, ни вперед, то есть вес регулируем. И как только мы стабилизировались, волна нас подхватила, мы стоим на месте, выкинули фал вбок, этого достаточно для новичков. Вбок за волну. А, вбок за волну, да, именно, в противоположную сторону. Едете справа, выкинули налево, едете слева, выкинули направо. Все, вы уже едете без фала, постояли на месте, и потом те же самые упражнения вперед-назад, вперед-назад. Что еще хочется, про что еще хочется рассказать? Как догонять волну? Вот эта частая ошибка нас скатывает назад по волне, и все, мы уже практически с нее соскальзиваем. Что делать? Есть, на самом деле, несколько вариантов. Один из самых простых, это просто положить коленочку в задние ноги. Соответственно, у нас больше веса будет на переднюю ножку. Покажешь? Говори. Да, мы положили коленочку, мы едем вперед. Также, мы можем вытянуть, не хватает веса, вытянули руку в центр катера и тянемся за рукой. Еще один из вариантов, когда мы начинаем резко продавливать нос доски вот такими движениями. Ну, пампинг, это, ребят, сложно, потому что это что? Памп! Пампинг! 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 На самом деле, пампинг, он заключается в том, что вы начинаете работать коленями, и при этом у вас доска, она должна скатываться по волне, и вы резко должны подниматься, скатываться, подниматься. За счет этого набирается скорость. Ну, то есть, работа коленями вообще жесткая. Это сложно технически, но просто имейте в виду, что это имеет место быть, это бывает. Я не тренер по вейксерфу. Я просто делюсь своим опытом. Волна, что это такое? То есть, по сути, когда вы заезжаете наверх, вы наверху. Кто бы мог поводить? Кто бы мог поводить? Да. И когда вы направляете доску вниз, то есть, отводите ее от катера вниз по волне, вас начинает волна разгонять. То есть, у вас волна оп-разогнала. Потом можно опять вернуться на волну, наверх, и потом опять она вас разгоняет. То есть, этот принцип надо немножечко понять. Соответственно, у нас важное упражнение. Мы заезжаем наверх, мы встаем, выпрямляем колени. Мы съезжаем вниз, мы наоборот сгибаем колени. То есть, обрабатываем эту волну, чтобы быть стабильнее. На прямых ногах попробуйте съехать, доска из-под вас вылетит. То есть, и потом так же направили доску в сторону волны, оп, заехали. Направили нос доски вниз по волне, и вы съехали. Главное, не забывать про работу коленей. На самом деле, до карвинга можно еще попробовать флоутер. Именно почувствовать, сильнее задавливать передний рейл и подниматься, либо наоборот спускаться. Тоже делать все это через коленочки и через корпус. Ты рассказала про флоутинг. Это что-то, что... Флоутер. А, флоутер. Это что-то, что может предшествовать карвингу. В целом, да. В целом, да, мне тоже кажется, да, можно попробовать. Мы пробуем именно подниматься, сильнее загружая носочки, либо наоборот спускаться. Хочется подвести итог, насколько это полезно для сноубордистов, насколько сноубордисту будет легко встать на вейксерфер. Вообще, я считаю, любой досочный вид спорта, он в какой-то степени помогает. Но, как по мне, если выбирать из досочных видов спорта, скейт это максимально эффективный. Вид спорта, который влияет на катание на сноубординге. Скейт, лонгборд. Дальше идет вейкборд. Когда вы пристегнуты к доске, когда вы едете за фалом. Это, мне кажется, лучше помогает для сноубординга. И уже потом идет вейксерф, серф. Но это тоже развивает, как по мне кажется, другие какие-то навыки координационные. Например, вейксерф и вейкборд. Разные координационные навыки. В вейкборде вы за фалом, в вейксерфе вы без него. И вы прям учитесь взаимодействовать, грубо говоря, с рельефом воды. Ловить баланс. На вейкборде такого не надо. Вы схватили, вас тащат нормально, вообще ничего не делаете. Понимаете разницу, да? То есть, разные какие-то координационные вещи это все прокачивают. В целом, просто пробуйте. Неважно, катаетесь вы на сноуборде или нет. Пробуйте и кайфуйте. Принесет колоссальное количество удовольствия. Тем более, летом. Но это вообще просто супер. Было весело и интересно. Ребятушки, ставим лайкосики, шлепаем колокольчики. Все как обычно. Вот мне честно. Когда мне говорят блогеры про это, я думаю, как вы задолбали. Что вы клячете? Поэтому, не ставьте лайки. Не ставьте колокольчики. Не делайте ни в коем случае репосты. Забудьте про это видео. Во имя продвижения канала. Все, ребята, всем пока.